Музею поискового отряда «Авангард» ещё нет полгода. Он находится в отдельно стоящем здании, рядом с 76-й школой. Правда, никакого отношения к ней не имеет. Внешне напоминает гараж. Его отличительная особенность – исторические картины на фасадах, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Как сказал руководитель музея, командир поискового отряда «Авангард» Андрей Ярмушев, реализация проекта «Память поколений нашей победы» стала возможной благодаря субсидии из бюджета Ульяновской области. Сперва это было просто гаражное, захламлённое помещение с абсолютно дырявой крышей, где протекала, внутри находилась вода. И у нас даже вставал вопрос, а как тут, можно ли высушить это помещение, а что из него можно сделать. Понимали, что траты тут будут глобальные, соответственно, не только финансы, но и сил и времени заняло это достаточно много. Ну и сейчас мы можем смотреть, помещение полностью преобразилось, техника находится в сухом помещении. Переступив порог музея, сразу же обращаешь внимание на советскую технику периода Великой Отечественной войны. По словам руководителя музея, она вся собрана из запчастей, найденных на полях, где в годы войны проходили сражения. Например, ГАЗ-67. Он восстановлен реконструкторами доходового состояния. Все представленные модели техники временно законсервированы. Но совсем скоро, 4 марта, она примет участие в военно-исторической реконструкции в селе Ивановка, где раньше располагался детский дом имени Александра Матросова. Кроме того, эта техника постоянно участница парадов на 9 мая. В музее всю технику можно потрогать, посидеть на месте водителя, а также примерить на себя амуницию. Смогли работники воссоздать и настоящий блиндаж, который освещает керосиновая лампа. На стене висят карты Смоленской области, портреты Иосифа Виссарионовича Сталина, главнокомандующего советской армии в период войны. И вещи солдат. Экскурсовод, насколько интересных случаев жизни он рассказал нам, поведал о том, что это не только предмет, а важная часть для определенного человека. Вот даже пример с перцем, который нашли у солдата. Он ведь хоронил его, он ведь нес его с собой, он жил определенной жизнью. Важность есть. Беспамятный человек, наверное, человек без совести, наверное, да, без какого-то определенного дальнейшего будущего. В первой витрине личные вещи солдат и офицеров Красной армии, как правило, неопознанных, которые найдены поисковиками на полях сражений. Но есть и исключения. В футляре бережно хранится разбитый компас, знак гвардии, две монеты. Это личные вещи уроженца Одесской области, который погиб во время страшного сражения. Поисковики надеются, что когда-нибудь их удастся передать родственникам погибшего солдата. К сожалению, на два запроса в Одесскую область ответ не был получен. Личные вещи Урсалова Филиппа Константиновича, 921 года рождения. Уроженец Одесской области, лейтенант, командир стрелкового взвода 65-й гвардейской стрелковой дивизии. Найден он в Глинковском районе Смоленской области в 2016 году, это в начале мая. Опознан он по расчётной книжке офицера Красной армии. Единственное, что мы знаем, что он призывался на фронт в 18 лет. Музей пользуется популярностью у школьников и преподавателей. Но, к сожалению, помещение не отапливается. Приходится принимать посетителей в верхней одежде. Температура в музее практически такая же, как на улице. Соседство со школой не помогло музею подключиться к системе центрального отопления, несмотря на то, что раньше это помещение отапливалось. Как говорит Андрей Ярмушев, на сегодня это самая главная проблема для музея. Напомним, что обновление музея проведено в рамках конкурса грантов национального проекта образования. Ирина Антонова, Герман Баранов, Управда ТВ.